Наличие границ — это признак благополучной семьи. Наличие границ — это признак благополучной семьи. Смотрите, отец не побежал за сыном, умоляя вернуться. Он сказал, «Ты сделал свой выбор». «Я не согласен с тобой, и мне не нравится твое решение». Наверное, его подбывало сказать, «Как ты посмел это сделать?» «Ты разбил мое сердце». Но он понимал, что он родитель, и что он сыграет эту роль достойно. «Я отец, и я останусь отцом. Если ты хочешь уходить, уходи, чтобы жить распутно, но, пожалуйста, я твой папа, и я им останусь». Дорогие родители, дедушки и бабушки, нам нужно осознать, кем мы являемся и как нам нужно жить. Отец не контролировал сына, но позволил ему уйти. Он пришел к этому решению не за один день. Что самое тяжелое в воспитании детей? Хотите ли вы спасти их? Однажды я помогала делать проект моему второкласснику, и я закончила поделку в полночь. «Что мой сын сделал сам?» «Ничего». «Родители, а вы делали проекты своим детям?» Я помню то, в чем мне признаться тяжело, но мы делали это, потому что привязаны к детям. Однажды моя дочка вернулась из колледжа и пожаловалась на профессора. Я стала грозной и сказала, сейчас я позвоню ему. «Как это глупо! Как же это глупо!» К счастью, мысль посетила меня. «Не торопись!» Но порой мы не видим границ, и родители вмешиваются в те ситуации, когда нам не нужно вторгаться. И когда такое происходит, я срываюсь как с цепи. У кого-то из вас дети еще ходят в школу, и между родителем и учителем бывают разные моменты. Поэтому, пожалуйста, не отправляйте учителю сообщение с резкой критикой. А что делать, когда что-то идет не так? Нужно вежливо поговорить. Мы живем в обществе, где пускают смертоносные стрелы. Но так как мы не добьемся нужного результата никогда, действуя так, жизнь трудна. У меня на руках были внуки, и я сказала Стиву, «Они будут жить в этом ужасном мире». И он ответил, «Послушай, Бог посылает нужных людей в нужное время». Наши младенчики были беззащитными, но Бог созидает их, чтобы они стали мужчинами и женщинами, которые изменят мир. Моя задача – лелеять их и молиться за них постоянно. Не создавайте идеальные условия для них, ведь это невозможно. Знаете, что я увидела в своих детях? Трудности встречаются и на Божьем пути. Тяжелый путь – это лишь путь, потому что Бог изменяет наш характер именно так. Я была в кабинете директора, но я не заскочила туда просто так. Я пришла туда как мать школьника. Мне сказали, «Нам нужно поговорить с вами». Я узнала, что это такое. Дорогие, мои дети выросли, вступили в брак и нарожали детей. Ваши дети тоже закончат школу, поэтому соблюдайте границы и не сворачивайте с курса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова